Говоря о происхождении бильярдной игры, невозможно точно установить время ее появления. О родине ее до сих пор продолжаются научные споры. Азия, по утверждению других Индия, по мнению других Китай. В Европе первое известие о бильярде относят к 16-му столетию. Именно в бильярд играл Карл IX в знаменитую Варфоломейскую ночь, когда услышал звон колоколов. Шекспир вкладывает умение игры своим героям Клеопатре и ее евноху Мардьяну. Мария Стюарт в день своей смерти выказывает заботу именно о нем в письме к лосковскому архиепископу. Попробовав раз, игра вновь и вновь манит к себе. Квадратный, потом шести, восьмиугольный и даже круглый стол уступили место современной четырехугольной форме. А грубые кии-дупинки – длинному, изысканному кию. В России бильярд появился в начале XVIII века при Петре I. Он был любимым его развлечением и спустя некоторое время быстро обосновался в дворянских поместьях, дворцах, клубах. А к сороковым годам XIX века не было ни одного полка, в офицерском собрании которого не стоял бы стол. В 30-е годы XIX века появилась «Малая русская пирамида» – классика бильярдного спорта. Однако приход советской власти изменил ход событий, и бильярд был практически забыт. Но игра, которая пережила века и была ключевой для стольких поколений, не могла исчезнуть. Да, мы с вами участвуем во втором восхождении бильярда на пьедестал игр. И, к слову, опыты и практика показали, что наиболее интересная игра может быть только на большом бильярде.